Приветствую вас и отвечаю на такой сложный вопрос, как личная привязанность к человеку в нашем мире, когда слишком силен подтекст, не совсем приличный, да, когда постоянные намеки, когда постоянные вот эти вот отколы, даже вы пишете, что вы всегда были против однополых связей и любите мальчиков, хотите в семью и детей, это все, безусловно, накладывает свой отпечаток на то, чтобы успешно разобраться в вашей проблеме. Предположим, что у вас действительно есть некоторая тяга к этой женщине. Какая именно тяга, пока мы не знаем, потому что, да, это может быть и стремление к образу матери, которой у вас не было, и, признаюсь честно, это была первая мысль, которая меня посетила, когда я читал ваши вопросы, но, возможно, и другие все-таки варианты. Например, если вы умный, образованный, интеллектуальный, если вы духовно развиты, хорошо, то, по всей вероятности, вам может быть со своими друзьями просто скучно. А эта женщина, она отвечает вам. С ней вам интересно, с ней вам свободно, с ней вам комфортно, именно потому, что вы чувствуете, что с ней вам есть о чем поговорить. А друзья, ваши ровесники, ваш круг общения не отвечает вашим требованиям, не отвечает вашему уровню. И вы, инстинктивно, может быть, даже не осознавая этого, стремитесь к более, вот, ну, к более развитым людям. Если такой момент есть, то это не любовь, это не ничего, связанного с любовью, это именно вот желание просто общаться с интересными людьми. Действительно, интересными, которые могли бы вам что-то дать. Может быть, вы в этом человеке нашли наставника. То есть, есть такая вот, ну, я бы даже сказал, концепция, концепция, что обычно, вот, первичный наставник для человека, это его родитель, какой-то один родитель. Как правило, это родитель того же пола, что и человек. Но, часто бывает так, что родители наставником быстро прекращают быть, а в жизни, в жизни наставник кто-то другой. То есть, кто это, можно только гадать, но вот у вас, вполне возможно, это вот эта самая женщина и есть. То есть, она для вас образе женского поведения, она для вас именно та, с кем вы хотите быть. Она для вас именно та, с кем вы хотите стать. И вы общаетесь с ней именно потому, что вы хотите быть такой же, как она. В этом случае несложно догадаться, что она заменяет вам не образ мамы, не заменяет вам маму, а она именно олицетворяет тот образ женского поведения, возможно, даже образ женского вида, имиджа и так далее. Всего того, что вы хотите себе видеть. И именно поэтому вы так сильно к ней стремитесь, потому что вы хотите быть такой, как она. В этом случае, при условии, что это так, вам нужно действительно стараться быть похожей на нее, стараться действовать в тех аспектах, которые вам нравятся, так же, как она. И, собственно, тогда вы добьете свои цели, и вам она станет менее интересна. Ну и, конечно, не могу не затронуть тему вашей матери, потому что это, что уж там, скрывать самую вероятную причину, по которой вы так себя ведете. И здесь нужно набирать ваши детско-родительские отношения. Вполне вероятно, что мама не давала вам того, что вы хотели бы получать. Вполне вероятно, что мама не очень хорошо к вам относилась и относится, а если относится хорошо, то явно не соответствует вашим желаниям, явно не соответствует вашим представлениям о том, какая должна быть мама. И вы не чувствуете себя с ней с дочерью, не чувствуете себя с ней защищенно, не чувствуете себя с ней Стабильности и так далее И из-за этого вы ищете понимание у другой женщины Которая более благосклонна относится к вам И которая лично у вас вызывает гораздо больше уважения Гораздо больше восхищения и так далее В этом случае нужно разбирать ваши детско-родительские отношения Чтобы, во-первых, убирать обилие Чтобы убирать проецирование неудач в отношениях с мамой на себя А в случае, если вы не можете никак с мамой сейчас взаимодействовать То контролировать себя по отношению к этой женщине Чтобы до конца от себя ее не оттолкнуть Она вам нужна, это факт Но чтобы сохранить сохранение общения Нужно, ну, нужно соблюдать некий баланс А для этого нужно думать о ней То есть не о том, что вы хотите вы А о том, что хочет она И о том, что нравится ей Пока вы ведете себя достаточно эгоистично по отношению к ней Вы говорите, что вы ее уже достали Это значит, что вы общаетесь с ней столько, сколько хотите вы При этом не особо интересуетесь ее комфортом Ее временем, ее желаниями и так далее А это нужно Без этого отношения построить нельзя И, соответственно, если у вас экстичное отношение к ней Значит, вы хотите что-то через нее получить А раз вы хотите что-то через нее получить Значит, что-то можно получить и самостоятельно А без нее Нужно только выявить, что именно вы хотите получить Какие именно у вас есть желания И эти желания вы будете творить самостоятельно И тогда вы не будете зависеть от человека Тогда вы не будете нудаться в нем так сильно И это даст вам определенную свободу И позволит строить отношения так Как хотите не только вы Но и ваш партнер тоже Что касается Возможной любви Что касается Однополых связей То здесь мне хочется сказать, что С точки зрения психоанализа То, что вы отрицаете Однополые связи Говорит о возможности О возможном стремлении к ним Потому что Человек, если ему все равно Он Равнодушно относится К наличию или отсутствию Однополых связей И чего бы то ни было вообще Но если вы Отрицаете Значит у вас есть какое-то отношение к ним А раз есть какое-то отношение к ним Значит вполне возможно Что где-то в глубине души Вы этого хотели бы Но Боитесь Осуждения Со стороны людей Боитесь общественного мнения И так далее Если Такой элемент Тоже есть То с ним Также нужна работа Для освобождения Вас От мнения Других людей Почему? Потому что Никто не говорит Что вам обязательно нужно Встречаться с женщиной Нет Речь о том Чтобы вы Наиболее полно Отдавали себе Отсчет Своих желаний Чтобы вы Доверяли своим желаниям Чтобы вы Принимали их всерьез Не стеснялись И не подавлялись Вот это Очень важно Это очень важно А какими они будут Желаниями Покажет только время И только время Покажет Что именно вы Родите И к чему именно вы Стремитесь И чего вы добьетесь Очень важно Чтобы вы были Свободны А свободны Возможно Вы себя не ощущаете По Ряду причин По ряду причин Может быть Это отношения Все таки С мамой Может быть Это отношения С друзьями Может быть Это вообще Сопоставление Себя И общество Если такие проблемы Есть То их нужно Разобрать На этом все Надеюсь Что помог вам Если какие-то Вопросы остались Обращать В личку Помогу Если вам Понравился Мой ответ Буду благодарен Если сделаете Его лучшим Желаю вам Всего доброго И удачи Субтитры